Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Телепроект покинул Стас Тараканов. Он был на телестройке несколько недель, но не смог найти себе ни друзей, ни построить любовь. Как вы помните, Сергей Кучеров расстался с Сашей Харитоновой. Девушка льет слезы везде, не хочет уйти с проекта. Ольга Бузова, которая провела в городе Грозном два дня, осталась в восторге от города и от теплого приема, который ей оказали. «Я влюбилась в этот город», пишет она, «и обязательно сюда вернусь. Вернусь уже не только в гости, но и с желанием реализовать задуманные планы и проекты». Сергей Захарьяш продолжает ухаживать за Лерой Фрост. Он устроил девушке свидание и подарил шикарный букет роз. Новая участница Софья Ангел, которая приходила к Ване Заре, уже покинула телепроект на женском голосовании. В сети давно обсуждают расставание Вики Бонни с ее гражданским мужем Аликсом. Стало известно имя девушки, которая якобы разрушила эту пару. Ей оказалась американская модель Тейлор Ховард. Сама Бонни уверяет публику в том, что у нее в семье все в полном порядке. «Милые фанаты нашей с Аликсом пары, хватит придумывать всякие небылицы», – написала Вика. «Мы предпочитаем держать наше счастье в тишине». В интернете обсуждают кадры из видео, на которых изображены Виктория Романец и Вика Бонни. Как вы помните, девушки работали в Дубае, принимали участие в фотосессиях. Они позировали фотографом возле роскошных автомобилей, общей стоимостью более 13 миллионов долларов. Внимательные зрители нашли у Вики Романец целлюлит, и Вика Бонни без фотошопа тоже выглядит не очень хорошо. Влад Кадони опубликовал фотографии со своим младшим братом. Надя Ермакова показала подписчикам своего молодого человека. Она написала «Это мы. Редко выкладываю совместные фото, предпочитаю личную жизнь оставлять без внимания». «О счастье молчат. Просто знайте, что у нас все хорошо. Я счастливая и довольная». Бывшие участники Дома-2, Катя Божевинская и Вова Гаути помирились. Ходят слухи, что пара решила вернуться на проект. Поэтому ребята пошли на попятную и поспешили воссоединиться. Как вы помните, Женя Руднев сделал предложение своей девушке Елене. Они встречаются больше года. Ребята подали заявление в ЗАГС. Семен Фролов прокомментировал статью в сети, что якобы муж Ксении Бородиной с приятелем бросали в девушек в ресторане яйца, желая с ними познакомиться. Он написал «На мой взгляд, теперь недолго ждать, когда Бородина сменит кавалера. Дыма без огня не бывает. И это еще раз говорит о том, что либо ты секс излучаешь изнутри, либо нет. Если нет сексуальности по природе, как не худей, то и не будет. О чем и говорит этот случай, что нет уважения и страсти, а уж тем более любви». Вот некоторые комментарии. Наверное, ты больше не собираешься на Дом-2 приходить, раз такое решился написать про Бородину. Все правильно он сказал, не источает она женственности и сексуальности, хоть и переделала всю себя. Курбан все равно на сторону смотрит, гулял, гуляет и будет гулять. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.